Мухтара Аблязова Да, вы правильно поняли, окончательного решения еще нет. Пока речь идет о намерении, которое стало известно из заявления, полученного Мухтаром Аблязовым в январе этого года от властей Великобритании. Если правительство страны, предоставлявшее политическое убежище человеку, рассматривает возможность отмены этого решения, оно обязано проинформировать об этом человека. Таким образом, он получает право это решение оспаривать. На сегодняшний день ситуация такова. Мухтар Аблязов по-прежнему обладает статусом политического беженца и всеми правами, которые такой статус обеспечивает. Но также верна информация и о том, что хоум-офис рассматривает возможность лишения его этого статуса. Но почему у хоум-офиса вдруг появились такие намерения? Есть ли у него вообще для этого основания? В том-то и дело, что никаких законных оснований для аннулирования статуса политического беженца у Мухтара Аблязова нет. И что очень важно в данной ситуации, британские власти нарушают процедурные правила, определенные как законами Соединенного Королевства, так и нормами международных соглашений, которые приняла на себя Великобритания. Так что речь идет сегодня о поиске истинных мотивов правительства Соединенного Королевства. Именно в этом контексте журналисты Financial Times описывают ситуацию. И они объясняют эти мотивы. Приезжавший в прошлом году в Казахстан премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон подписал целую серию контрактов на сумму 700 миллионов фунтов. То есть это 1 миллиард 176 миллионов долларов. И тогда же Дэвид Кэмерон признал, что общая сумма контрактов, которые может подписать Британия с Казахстаном, составит 85 миллиардов фунтов. То есть больше, чем 100 миллиардов долларов. Скажу прямо, у нас есть все основания согласиться с главным выводом журналистов Financial Times. О том, что эти контракты оказали решающее влияние на намерение хоум-офиса лишить Аблязова политического убежища. Вы рассматриваете это решение как основанное исключительно на экономических соображениях? Или мы имеем дело с итогами мощной лоббистской кампании? Совершенно точно, что данное решение стало результатом направленной лоббистской кампании. Дело в том, что мы располагаем информацией, которая это подтверждает. Мы получили ее от источника в казахстанском правительстве. Этот человек был просто шокирован тем, что происходит. Мы получили от него юридические документы, которые доказывают наличие контактов между казахскими и британскими чиновниками относительно статуса Аблязова. Но такие контакты априори незаконны. Согласно нормам британского законодательства, если человек получил политическое убежище, официальным представителям Великобритании запрещено даже обсуждать этот статус с представителями того государства, чье гражданство было у человека, получившего статус политического беженца. С начала года мы пытаемся получить объяснение от британских властей, почему такие контакты вообще имели место. Но правительство таких объяснений не дает. Financial Times тоже получила эти документы. И они подтверждают ваше предположение о том, что имело место очень сильное прямое и непрямое лоббирование со стороны Казахстана в отношении решения об отзыве статуса беженца у Аблязова. Financial Times, как вы, вероятно, заметили прямо, пишет о том, что Дэвид Кэмерон оценивает сохранение нынешнего статуса Мухтара Аблязова как препятствие на пути улучшения отношений Соединенного Королевства и Казахстана. Так что деньги и политика играют свою роль. Это уж точно не то, каким образом должны решаться дела, когда жизнь человека находится в опасности. Известно ли о похожих прецедентах мировой истории респургенции? Мы искали такие прецеденты и не нашли. И пришли к выводу, что этот случай абсолютно уникален. Учитывая, что Financial Times посвятила этой истории целую страницу, можно сказать, что это целый небывалый скандал для Великобритании. Это просто беспрецедентный случай. А вам известно что-либо о том, что происходит сейчас реально внутри хоум-офиса, и каковы вообще перспективы такого решения? Мы надеемся это разузнать. Некоторые из документов, которые нам удалось получить, должны быть и у хоум-офиса. И по закону они должны дать их и Аблязову. Фактически мы их поймали, уличив нарушение закона и сокрытие правды. Поэтому мы намерены подать иск в суд и таким образом добиться объяснения от хоум-офиса. Намерены ли вы на эти слушания пригласить людей, которые раньше высказывали защиту Аблязова, когда принималось решение о подставлении статуса политического беженца? В данном случае мы оспариваем процедуру. Наша задача добиться раскрытия настоящих причин, которые повлияли на намерение правительства отказать Аблязову в статусе беженца. Мы хотим показать, что происходит, и что основания для вынесения такого решения незаконны. На ваш взгляд, как решение, принятое в Британии, может повлиять на юридический процесс, который происходит во Франции? С одной стороны, нынешняя инициатива Великобритании рушит прежнюю логику французского суда, который принял решение о возможности выдачи Аблязова Украине и России. Эта логика была основана на предположении, что наличие у Аблязова статуса политического беженца, дескать, не позволит властям этих государств выдать Аблязово в Казахстан. Напомню, что это решение было отменено Кассационным судом Франции. Но в новых условиях даже теоретически логика первого решения уже не работает и не может быть использована для обоснования решения о выдаче. С другой стороны, теперь суд в любом случае должен будет рассматривать вопрос о том, что может угрожать Аблязову в Казахстане. Раньше этот вопрос предметом обсуждения не был. Таким образом, ситуация для французского суда резко усложнилась. Независимо от того, будет ли принято какое-то решение в Великобритании, французский суд просто обязан будет рассмотреть сценарий отмены статуса политического беженца и дальнейшей судьбы Мухтара Аблязова. Для властей Казахстана ситуация, конечно, тоже осложнится. Мне интересно ваше личное мнение по такому вопросу. Почему в отношениях с правителями Казахстана Европа зачастую руководствуется так называемыми двойными стандартами? Ведь совершенно очевидно, что в отношении нынешнего руководства России, да и, как прочим, прошлого Украины, не говоря уже о Белоруссии или Узбекистане, отношения к лидерам этих стран куда более однозначны. Это очень хороший вопрос, который я сам задавал себе много раз на протяжении последнего года. Посмотрите на развитие ситуации в Италии, когда оттуда была, по сути, выкрадена семья Аблязова. Казахстанские власти просто смогли коррумпировать госструктуру этой страны. Сегодня очень странные вещи происходят и во французском суде, и в Чехии, где рассматривалось дело Татьяны Праскевич, и в Испании, где рассматривается дело Александра Павлова. И вот теперь в Великобритании. Европейские государства гордятся своими правилами, в основании которых стоят верховенство закона и принципы справедливости. Но когда на сцене появляется Казахстан, правители которого начинают размахивать перспективными заключениями миллиардных контрактов, выясняется, что Запад готов поступиться некоторыми из этих принципов в экономических или политических интересах. Это такой короткий вариант ответа на ваш вопрос. Есть, конечно, еще одно обстоятельство. Казахстан находится слишком далеко. Он, как правило, не слишком часто упоминается в новостях. Только в исключительных случаях, как это было с убийствами в жена Азене или с похищением семьи Аблязова из Италии. Такие новости становятся центром широкого обсуждения, но в основном Казахстан не находится в центре внимания. Для политических лидеров европейских стран это удобно, проще и безопаснее уступить давлению лоббистских группировок крупных промышленных групп, заинтересованных в развитии бизнеса с Казахстаном в любых обстоятельствах. Политические лидеры уверены, что смогут избежать ответственности за то, на каких условиях они ведут дела с Казахстаном. Никто ведь за этим не смотрит. Потому что люди не смотрят, люди не смотрят.